В авиастроительном суде Казани сегодня стартовал процесс в отношении предполагаемого насильника 8-летней девочки. Напомним, преступление произошло 11 декабря минувшего года. По версии следствия, посудимый, угрожая ребенку расправой, завел девочку на чердак многоэтажки, где и совершил действия сексуального характера. Нафиса Минязова с подробностями из суда. Такая хорошенькая девочка. Ну девочки, их прикрепишь, они же пугаются сразу. До начала судебного заседания в коридоре стояла напряженная обстановка. На старт процесса пришли родственники и учительницы-потерпевшие. Все как один рассказывают о переживаниях девочки, а в произошедшее они все еще не верят и вспоминают со страхом. По версии следствия, 11 декабря 2017 года, именно здесь, на улице побежимого, подсудимый подошел к 8-летней девочке, зажал ее рот рукой и потащил к одному из подъездов. Там в домофоне набрал первую попавшуюся квартиру. Ответившему объяснил, что забыл ключи дома, после чего его беспрепятственно пустили в подъезд. По словам родственников потерпевшей, девочка очень сильно испугалась угроз незнакомца, поэтому не звала на помощь. Позже следователи установили, поднявшись на чердак одной из многоэтажек, подозреваемый раздел девочку и надругался над ней. Но после всего произошедшего он не сразу скрылся с места происшествия. Он проводил девочку до дома, пройдя при этом мимо ее матери, которая встречала своего ребенка из школы. И лишь зайдя домой, ребенок рассказал матери о произошедшем, после чего женщина обратилась в полицию. Подсудимого задержали на следующий день в подъезде дома по улице Ибрагимова, прямо на ступеньках, с бутылкой спиртного в руках. Им оказался 29-летний Адель Шарафеев. Весной 2017 года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж и разбой. Правильный судимый? Сидимый. Какая статья? 162. Несмотря на все доказательства, его зафиксировали камеры наблюдения, на одежде девочки обнаружили его ДНК. И потерпевший опознал в нем своего мучителя, свою вину подозреваемый так и не признал. Сегодня ему продлили арест. Само же слушание дела проходит в закрытом режиме. Нафиса Минязова, Константин Бушуй, вызов 112.